МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роман Таталин, российский профессиональный хоккеист, защитник. На счету Романа хоккейный клуб «Викис», московский «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и не только. В настоящее время играет в ВХЛ. Здороваться не будем, мы уже успели поиграть в хоккей. Я всегда и всех прошу меня научить виду спорта, которым вы представляете. Я много статей читала, что хоккей имеет такой риск в будущем стать недоступным. В плане того, что происходит импортозамещение, экипировки, раньше по воде все доставляли, клюшки, форму, коньки. Есть такое, что сейчас недоступно в плане финансово станет для многих людей, потому что наценка же идет за перевоз, либо ждать, пока у нас начнут это все делать. Хоккей, в принципе, всегда был недешевым видом спорта. На сегодняшний день, конечно, это накладывает определенный отпечаток, но я бы не назвал это основной проблемой, потому что сейчас активно работают и наши местные производители, причем с каждым годом улучшается качество и клюшек, и формы. Также есть импорт из других стран, поэтому я бы не назвал это серьезной проблемой. А какую серьезную проблему ты бы назвал тогда? В связи с импортозамещением? Да. Но, возможно, это первый вот этот период, пока не перестроилось наше производство, когда какие-то заказы еще остались, цены увеличивались. Но мне все равно кажется, что это все временно. Обязательно все наладится. А до сих пор хоккей в плане тренировок, поездок является одним из самых дорогих видов спорта? Ну, как для клуба, если мы берем профессиональные взрослые лиги, то, конечно, это определенная статья расходов у команды, потому что игр достаточно много, чемпионат по всей России проходит, игры через день, соответственно, нужно команде добираться. Это либо поезд, либо самолет, в зависимости от лиги, где ты выступаешь. И, конечно, это накладывает определенный отпечаток. А если брать детский хоккей? У меня как к депутату, человек, который известен в стране, в плане развития хоккей приходит много всяких писем, просьб, комментариев. И, да, все они связаны с тем, что спорт дорогой стал, хоккей. А социально неблагополучные семьи не могут сегодня обеспечить своих детей дорогим оборудованием, клюшками, инвентарем. Понятно, что это тема, которая требует решения. Решение на государственном уровне, федерация хоккея. Российская должна этим озаботиться. Да, каким-то образом компенсировать. Мы не должны дискриминировать детей по социальному признаку. Если детский хоккей, то все равно он распределен больше по регионам. Там именно поездок не так много. Но, опять же, тут больше уже другие процессы с формой, так как дети очень быстро растут. Больше тренировочного процесса, каких-то дополнительных занятий. Но переездов не так много. Не так много. Просто я знаю, что многие родители говорят, если вы хотите вложить в ребенка много денег, а давайте хоккей, теннис, конный спорт. У нас еще есть вот самые такие, мне кажется, и гольф, да, дорогостоящие для спорта. Ну, это традиционно, да. Не дешевые виды спорта. И когда ты отдаешь своего ребенка, в принципе, родители должны это понимать. Хотя сейчас, опять-таки, в наших условиях развиваются школы. Очень много школ, где все равно стараются снять нагрузку с родителей, где какие-то комплекты, формы, какие-то клюшки заказать именно от детской школы. То есть все равно все идет в этом направлении, но не так быстро, как хотелось бы. Я год назад касалась именно детского хоккея. Я буду немножко прыгать по темам, потому что ты прям уводишь детский хоккей. Я понимаю, что ты тренируешь детишек. И вот с тобой именно этот момент очень интересно обсудить. Но ранее детский хоккей я обсуждала с Фетисовым. Он тоже активно это обсуждал, что есть своя школа, да, хоккейная арена. И он сказал о том, что... Я прямо сейчас цитату его прочитаю. Из детского хоккея сделали большой бизнес. Ну, по большей степени я с ним согласен. В чем это проявляется? Вот именно какой бизнес, чтобы зрителям... Я понимаю, о чем говорится. Ну, в общем, немножко нарушилась система подготовки, как должно быть все выстроено. Я верю, что это временное явление. И все-таки сейчас все будет возвращаться к истокам правильно, как это должно быть и происходить. Как это должно быть? Какие должны быть системы подготовки? Уже уже не первый человек, да, вот именно кто играл и был известен в тех временах, да, в прошлом веке, мы уже скажем, они говорят о том, что очень большая нагрузка тренировочная на детей ложится, либо неправильно тренируют, либо там ломают как-то или что-то еще. Ну, тут на детей нагрузка сейчас действительно очень высокая. Это и требования в школах, это и давление на детей. И у детей сейчас есть возможность заниматься чуть ли не с утра до вечера. Сейчас существует очень много льда, очень много залов, подкаток, доп. занятий, секций, кружков и так далее. Но весь этот объем страдает, прежде всего, качество. Поэтому нужны грамотные специалисты, нужен сильный тренерский штаб, который мог бы обучить детей и передать им свой опыт. И нужна выстроенная система методика детского хоккея. А в хоккее допустимо творчество? Или все должно быть, знаешь, как сравнить какой-то выведенной формуле, как ЕГЭ? Ну, хоккей по большей степени состоит из творчества. Есть определенные базовые навыки, технические навыки, где ты учишься владеть шайбой, да, какие-то индивидуальные, скоростные. Но хоккей – это командная игра. Это игра комбинаций, игра различных тактик, борьба систем. Тут без творчества ты не продвинешься дальше. Какие такие самые творческие моменты ты видел в хоккее? Или, может быть, сам? Сами что-то исполняли? Ну, в последнее время хоккей видоизменился. Раньше он был более комбинационный, более тактический, яркий. Сейчас реалии диктуют нам такие условия, что площадки стали меньше, скорости стали больше, стало больше плотности в зоне атаки, в зоне обороны, меньше времени на принятие решения. И какие-то уже более-менее красивые комбинации проходят либо в численном преимуществе, в большинстве. Ну, хоккей стал более прямолинейным. Сейчас на первый план вышла – это индивидуальная техническая оснащенность игроков. Кто как себя подготовил, кто в каком состоянии. Больше акцент стал на индивидуальных навыках. А хорошо ли это, вот эта прямолинейность в хоккее? И раньше, знаешь, велика пятерка. Хорошо это или плохо, я не могу сказать. Просто мы имеем как данность, что хоккей на сегодняшний день поменялся. И, соответственно, должны меняться и методики подготовки, и тактические схемы меняются. Получается так. Ну, если ты будешь рассуждать как тренер, ну, ты же наблюдал, фанател, в детстве были кумиры, ты смотрел за играми, которые были раньше, потом играл сам, а сейчас вот наблюдаешь как тренер, да, что происходит в киномире. Нормально ли это, что вот эта прямолинейность появилась? Просто я тоже вижу отличия очень сильные в игре. Ну, тогда должен меняться и тренировочный процесс. Сейчас очень большой акцент идет на индивидуальной подготовке, на индивидуальной технической оснащенности игроков. И набираясь тренерского опыта игрового, подчеркнул для себя, что очень много детей в командах не могут, не успевают выполнить тренерское задание. И не потому, что они не хотят это делать, а они просто не могут или не знают, как это сделать правильно. Вот тут мы как раз говорим про тот объем возможностей, который сейчас есть у современного ребенка, когда дети ходят на дополнительные занятия. Я и сам всю свою карьеру, в принципе, занимался индивидуальной подготовкой всю жизнь. Но у меня был другой подход. Я занимался специальным физическим развитием, специальным техническим развитием, выстраивал механику движений. И когда ребенок приходит уже готовый в команду, ему легче выполнить тренерскую установку. Потому что, как всем известно, в команде не один, не два, а 20-30 человек. И у тренера там совершенно другая работа, и задания идут общекомандные. Он не сможет уследить, 30 человек за каждым движением руки и ноги, правильное оно или нет. Ты подскажешь одному-двум человекам, у тебя останется еще 20. Поэтому я вижу развитие, прежде всего, изменения хоккей именно в этом, в качественной подготовке. И в выполнении уже в командной работе более качественные задания будут выполняться. Я много общалась с бывшими игроками МХЛ. И понятно, что у многих всех разные причины, хотя обычно они плюс-минус одинаковые. Иногда, я так понимаю, что они приукрашены. Кто не прошел в КХЛ и закончили свою карьеру. Но одна и та же была жалоба, что очень много нагружали в тренажерках, в спортивных залах. И я не раз слышал, опять же, это же Фетисов комментировал, то, что нужно больше акцент делать, наверное, на технике, на льду, чем вот на прокачке. Это опять каким-то, в какой-то степени относится то, о чем я только что говорил, что нужна специальная техническая и специальная физическая подготовка. А зал тренажерный, раскачаться, ты все-таки играешь в хоккей. Так как я и сам был защитник, играл не таких габаритов, я всегда искал возможности применения своих навыков максимально эффективно. Ты не должен быть раскачан, ты должен иметь все. И ты должен иметь специальную хоккейную подготовку, чтобы это все качественно выполнить. А по поводу залов, раньше было много историй про кроссы, про гири. Колеса вот эти резиновые. Да, это все было, и подходы меняются. Определенные виды нагрузки, они нужны. Но они нужны в определенный период времени, на определенном этапе подготовки. Смотря какую цель ты преследуешь. Я правильно понимаю, что вот жалобы были связаны с тем, что я просто пытаюсь сейчас разгляниться с зрителями, чтобы понимали, в чем проблема была, что вот наших нагружали там вот этот кросс, они там таскали эти вот колеса, опять я даже видела все эти ролики, перекатывали эти колеса, привязывали к ним. И, по-моему, это даже дать, по-моему, СКА даже выкладывали свою тренировку. А, допустим, в Америке у них крутят велосипед на тренировках. Ну, опять, здесь важно учитывать, какой этап подготовки. Если идет предсезонная подготовка, и у тренера стоит задача дать определенный объем нагрузок, заложить базу, в какой-то степени это должно присутствовать. Все должно быть в меру. Нет такого, что раньше было плохо, сейчас хорошо, или сейчас хорошо, раньше было плохо. Все должно быть вовремя и в меру. В той же Америке, ну, крутят велосипеды, но это не значит, что они не занимаются, что мы тут бегаем, упахиваемся, а они там отдыхают на велосипедной прогулке. Все готовятся по-своему и выполняют свои задачи. Есть ли сейчас такая практика, как было там в 80-х, 70-х, когда ездили представители крупных школ и команд и набирали детей с регионов на бесплатной основе? Такая практика до сих пор присутствует. Конечно, все-таки просмотр детей, отбор детей происходит постоянно, особенно это, ни для кого не секрет, это лидирующие школы, особенно в Москве, Питер, крупные города в регионах. Естественно, все игроки стекаются туда, идут дальше и дальше по карьерной лестнице. То есть нормально набирают, и с этим у нас никаких нет? Потому что многие тоже высказываются, вот там москвичи играют, деньги платят. Ну, происходит определённый отбор, конечно. Конечно, если ребёнок классно проявляет себя, чего-то добивается, его приглашают в хорошую школу в Москве, надо понимать, что и у ребёнка здесь больше возможностей проявить себя, быть на виду, а уровень чемпионата, потому что всегда нужно играть с сильными соперниками, это тоже возможности для ребёнка, это обоюдно выгодны. Говоря про чемпионаты, я топлю очень сильно за развитие российского хоккея, и мне даже на самом деле всё равно, есть там чемпионат мира, нет, я наоборот думаю, ура, будем развиваться. Хотя я понимаю психологическое состояние игроков, многих, большинства, в любом виде спорта. Путь в НХЛ, утопия ли это? Такой немножко философский вопрос. Понятно, что мы едем, и у нас есть игроки, которые показывают там обалденные результаты, вот Капризов сейчас там что-то рекорды просто бьёт, мне кажется, второй овечки там будет просто. Но нужно ли туда ехать? Многие хоккеисты отказываются. Тут каждый решает. Прежде всего для себя, конечно, был определённый период времени, когда там и покупали игроков, и более выгодные условия были. Но в сегодняшних реалиях, мне кажется, что нам стоит развивать свой чемпионат, и наоборот, это классный шанс поднять и детские школы свои, и собственный чемпионат увеличить уровень. Насчёт того, насколько потеряет мировой хоккей, я думаю, что вот от молодёжных, от юношеских чемпионатов, где наши ребята доминируют, это тот самый момент, где строится система развития хоккея в целом, именно на этом уровне. Да, конечно, хоккей международный потеряет много. Вот. Ну, надеюсь, что недолго это будет вся история продолжаться, и в ближайшее время мы вернёмся на международную арену, я имею в виду, национальной команды. Они к нам должны ездить, а не мы к ним. Хорошая образа. Я недавно прочитала статье, что чемпионат мира, в чемпионате мира, скажем так, стало проще играть без нас. Не знаю, я не играл на чемпионате мира без нас, но ни для кого не секрет, что уровень явно упал. Всё-таки, когда не участвует один из фаворитов, один из лидеров, это чувствуют все, кто бы что ни говорил. Ну, мы упростили задачу, видимо, очень сильно. Если говорить про мировые тенденции в хоккее, методики именно, соответствуем ли мы сейчас, какие методики присутствуют, потому что смотрят на нас люди, не разбирающиеся многие в хоккее, и что ещё стоит подтянуть в методиках именно тренировок и во всём остальном. Ну, на сегодняшний день единой методики подготовки нету. Каждая школа готовит по-своему. У каждой школы своя методика, свои фишки. В принципе, это тот вопрос, который я и говорил, что заметил у детей подготовку. В чём они отстают? Как её можно улучшить? За счёт чего? Я это вижу так. Получается, я про это рассказал, уже на подобный вопрос ответил. Да, я понимаю, но я хотела просто именно... Есть ли какие-то устаканившиеся уже мировые методики, которые всё равно должны быть в каждой тренировочной школе и в каждой команде? Ну, смотри, единой методики подготовки у детских школ нету. Каждая школа работает по своей методике. То, что мировые направления, там есть финская школа, советская школа, ещё какая-то. есть определённые отличия, но если мы вернёмся и посмотрим, как раньше тренировали тех же наших советских звёзд, самая сильная школа – это советская школа, это наша школа. И всё, что сейчас преподносится, как всё новое, это хорошо забытое старое. А имеет ли возможность хоккей вытеснить футбол по популярности? Всё-таки изначально наш такой российский вид спорта, который вот любит страна, это всё-таки, ну, преобладает хоккей у нас, ну, не футбол. Хоккей может посоперничать с футболом. Конечно, футбол более развитый в южных странах, по всему миру, спорт номер один, и численность занимающихся, численность спортсменов, тех, кто увлекается, в каждой стране есть. Хоккей – это, конечно, наш вид спорта, Канада в основном. Это более северные регионы, соответственно, и аудитория немножко меньше. А в плане зрелищности, в плане скорости принятия решения хоккей выигрывает. Но по количеству зрителей, наверное, всё-таки нет и по медийке, да? Конечно, здесь ещё есть куда рассеять. А стоит ли тогда из хоккея делать вот это вот шоу, переходить и создавать медиалигу? Потому что в медиалигу у нас уже ушёл баскетбол, у нас туда уже ушёл футбол. Стоит ли вот превращать это всё в такое шоу? Потому что, ну, как по мне, превращение спорта в шоу – это моё личное субъективное мнение. Это немного такая пограничная история. Ну, если интересно моё мнение, то я очень скептически отношусь к такого рода проектам. Чтобы поднимать популярность, надо поднимать детские школы, надо поднимать уровень чемпионата, поднимать интерес. А медиалига может присутствовать в единичных случаях как праздник, как какое-то мероприятие, но это ни в коем случае не должно заменять и составлять конкуренцию основному виду спорта. Что сейчас происходит с футболом, в принципе, потихонечку? Конечно, конечно. Когда играют всеми уважаемые люди, блогеры, певцы, ну, надо отдать должное, что это непрофессиональные спортсмены. И прежде всего страдает уровень. Для шоу, для мероприятия это имеет место быть. Но как замена полноценному спорту, замена школам по всей стране, чтобы это отбирало популярность, отбирало желание у людей заниматься настоящим спортом, ни в коем случае так не должно быть. Но при этом есть вариант, который почему-то в хоккее до сих пор не используют. Это вот, допустим, ты приходишь на футбол, профессиональный Динамо. Но Динамо очень хорошо с этим работает. Кстати, с шоу вот этими программами. Там открывает, как там, Егор Крит поет перед матчем. Потом там идет непосредственно сама игра. И вот это привлекает зрителей. Они видят и диджеев известных, и артистов, которые присутствуют на футболе, которые там поют, потом там выбегают, не знаю, Овечкин играет в футбол, да. В хоккее все-таки остались вот эти вот истории на экранчиках, на экранчиках, когда показывают, там, то детишек, то парочки, да. Ну и по сути, как бы, ну, группа поддержки, ну, это всегда было. Может быть, стоит в этом направлении что-то сделать? Ну, это, наверное, вопрос не ко мне, а больше к пиар-отделу команд. Хоккей тоже старается проводить развлекательные. Существуют матчи в разной форме, ретро-матчи, матчи, приуроченные к праздникам, в определенном стиле проходят. А также приглашенные звезды присутствуют. Просто не в таких масштабах это происходит. У нас есть «Выходи во двор» акция, кстати, когда известные хоккеисты приезжают в разные точки Подмосковья и играют с любителями на коробках. Вот это популяризация хоккея. Ну, пока что-то как-то не достигает этого уровня, который нам всем хотелось бы. Давай перейдем к твоей биографии, а потом я еще задам таких пару философско-насыщенных вопросов. Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал, в каких командах поиграл и какие бы результаты показывал? Если брать самое начало моего пути, в 4 года пришел с мамой на каток, как раз первый раз научился кататься на коньках, и увидел парня, который уже делает виражи, с клюшкой, с шайбой, в красивой форме. И, конечно, я сразу же загорелся и решил для себя, что я буду хоккеистом. Не стал просить записать меня в секцию. Конечно, с таким желанием я был готов хоть завтра прийти, но так как у меня семья спортивная, у меня родители мастера спорта, у мамы тренерское образование, мне объяснили, что чтобы успешно заниматься и добиться результатов, надо сначала подготовить свое тело. и я еще год ходил на спортивную гимнастику. Которая, кстати, в будущем мне помогла. И в 5 с половиной я пришел уже в детскую секцию, записался и начал заниматься в детской школе. И далее последовали какие команды у нас играли? Ну, детская школа, это была команда Сибирь, Новосибирск. Там я выступил 3 года, переехал в Москву, в московское Динамо. А потом поменялся тренер. Я перестал попадать в состав, перешел в команду Серебряные Акулы, где я мог быть на лидирующих ролях и как раз набраться игрового опыта. И за 2 года до выпуска из школы мной заинтересовалась команда «Витязь» на тот момент, город Чехов. И так я оказался уже из детской школы во взрослом хоккее. На тот момент не было еще МХЛ в Лиге молодежной, не было ограничений по возрасту. Там были фарм-клубы, как «Витязь-2», «Спартак-2», «ССК-2». И ты сразу попадал из детской школы в игру с мужиками. Но тот год сложился для меня достаточно удачно. Мне сразу доверили много игрового времени. И мы выиграли кубок, стали чемпионами в тот сезон. С этого и началась моя уже более взрослая карьера. На следующий год как раз появилась молодежная хоккейная лига. Я туда попал. И это была опять команда «Витязь», русские «Витязи». Там я выступал несколько лет. Съездил два раза на матч звезд от МХЛ. За сборную от МХЛ мы участвовали в турнирах в Канаде, в Америке. Съездил на универсиаду. Выиграли универсиаду в городе Алмате. И дальше уже меня начали подключать к КХЛ. Уже самый взрослый этап, который может быть. КХЛ сыграл «Зовитесь». Потом меня пригласили в «Московский Спартак». Потом «Новокузнецкий Металлург» был, «Адмирал Владивосток» и команды высшей хоккейной лиги. «Сокол» «Красноярск», «Титан Клин», «ТХК Тверь», «Химик Воскресенск». Сыграл в Ташкентском «Хумо» на тот момент выступал. Ты тебя помотала, конечно, в высшей хоккейной лиге. По командам. И под конец карьеры я уже выступил в Минской юности и в Торпедово-Усть-Каменогорск. Вот такой интересный путь получился. Удалось поиграть за команды с Запада, с Минска, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, Беларусь, Узбекистан. Очень интересно. Ты ее помотала, да? Прямо конкретно. Он даже оператору удивляет. Солидно. Солидно, да. Ну, разные люди, разные команды. Конечно, получил бесценный опыт. Это очень... Не каждому довелось пожить в разных местах, в разных городах. А почему так получалось, что постоянно переходил? Как-то сложилась хоккейная карьера. Всегда были разные причины. Где-то тебя приглашали в команды, где-то команда закрывалась, что-то видоизменялось. Как на примере Титана Клина или ТХК Тверского, или Ташкентского ХУМО, или в какой-то момент Адмирала, когда команда закрывается, и тебе приходится переходить на новое место работы. То есть, такие случаи довольно... Ну, не редкость в нашем виде спорта. это хоккейная жизнь, ты можешь... И не каждый год ты можешь несколько раз за сезон переезжать. Это абсолютно нормально. А были случаи, когда травмы получал какие-то... Ну, серьезные вряд ли, раз ты так сюда-сюда из команды в команду. А что в разных командах нельзя травму получать? Нет, но в плане не было же долгого перерыва все равно у тебя. Долгого перерыва нет. Опять-таки, если возвращаться к травме, к подготовке, мне помогло то, что я готовился индивидуально, восстанавливался индивидуально. И, в принципе, свой хоккейный путь я прошел без серьезных травм. Единственная травма у меня была, когда я был в московском Спартаке, серьезная. Но там больше уже обстоятельств. Где-то неправильные действия не только с моей стороны, но и со стороны лечащих врачей. Поэтому вот... Единственный момент был за всю карьеру. А так... Даже лицо не разрушивали. Сколько отыграл всю жизнь. И зуба нет, да? Зубы прилетало, но... А психологическая травма после окончания карьеры? Очень много знакомых. Правда, у них, наверное, больше была травма, поскольку они не вышли из МХЛ, и не знали, что им делать дальше. Знаешь, что-то депрессия не впадала, начинались метания, потом возвращение, любительское, что-то еще. У тебя не было каких-то таких перепадов? Перепадов? Перепадов таких острых не было, потому что всегда нужно вовремя закончить и понимать, что ты делаешь, для чего ты делаешь. Когда для себя я уже не увидел смысла продолжать карьеру, я понимаю, что пришло время заканчивать, и я прошел определенный путь, какие тут могут быть сожаления. Хотя была возможность, можно играть в хоккей, еще и продолжить свою карьеру, но я выбрал другую дорожку. Это мой выбор. А не хотелось вообще полностью сменить какую-то сферу деятельности? Получив такой опыт и знания по подготовке, как я сам занимался, как меня тренировали, конечно, очень хочется передать и обучить этому подрастающее поколение. И для этого есть все возможности. Сейчас я набираюсь опыта в детской школе тренером. И мне это нравится. Я думаю, что дальнейшим взрослым перейдешь? Смогу помочь, да, в развитии спорта. Про вовремя уйти, я сейчас вспомнила, что Ковальчук в «Спартак» пришел. Мне только недавно папа говорил, что-то как-то он не ушел, вернулся. Поддержка определенная, конечно, это непростое решение, оно очень грамотное. Все равно в последнее время, когда менялся хоккей, произошла определенная смена поколений, когда как раз такие ребята из МХЛ наполнили лигу и не осталось. Они, конечно, остались, но не в таком количестве опытные игроки. Кто бы мог передать, чтобы гармоничный коллектив был, передать свой опыт. И, конечно, игрок с таким послужным списком, с таким авторитетом, конечно, он поможет команде. Я знаю, что мы его позвали, он потом посмотрит это интервью, скажет, что я не пойду к ней после ее высказываний. У меня будет немного философский вопрос. Представим, что ты попадаешь в МХЛ. Если бы ты попал в МХЛ, смог бы ты побить рекорд грецких быстрее Овечкина? Быстрее Овечкина? Я думаю, что нет ничего невозможного, но есть нюанс такой, что я защитник и шансов поразить ворота не так много, как у нападающих, потому что мы говорим про рекорд, он состоит именно в голах, не в очках, где голые передачи, именно в голах. Поэтому быстрее теоретически мог бы, но как-то было бы на практике. А почему к твоему мнению, ну у него был как бы один период, который он говорил, что побьет, потом он там в каких-то матчах у него не получалось в играх, почему так подсдал немножко? Ну мне вот, знаешь, чисто экспертное мнение. Ты сказала, что он сдал? Подсдал чуть-чуть, да, он сначала так уверенно шел-шел-шел, а потом так бам-бам-бам и пару игр как-то. Ну, здесь надо понимать, что человек уже многого добился и так вплотную подошел к рекорду. И на протяжении всей карьеры, конечно, тяжело себя держать, держать на одном уровне. И какие-то микроспады вполне нормальные явления. Плюс возраст, плюс хоккей меняется, плюс сейчас вообще полностью все меняется в последнее время. в том-то и интерес, что сможет ли он выполнить, добиться, выполнить свою мечту, осуществить. Я думаю, покажет время. А у тебя был какой-то личный рекорд, за которым ты гнался, который ты пытался поставить, когда играл? Честно говоря, такого, чтобы за собой какие-то рекорды в плане очков, в плане результата никогда не ставил. Потому что если ты играешь, ты помогаешь команде. Если у тебя получается набирать очки, ты их набираешь как можно больше. У тебя нет определенной цифры, что я там должен столько-то, столько-то набрать. Какие-то небольшие цели, они есть, конечно, на определенном отрезке чемпионата. Был момент, когда уехал в торпедо Усть-Каменогорское, там я стал лучшим бомбардиром по защитникам, набрал 50 очков, это наравне там с нападающими. Там, конечно, был интерес, где-то зашел, посмотрел, ага, вроде как бомбардир. А каких-то таких чисел все равно нету. Во время игры ты об этом не думаешь, ты думаешь о том, как эффективно свое умение применить, как сделать так, чтобы команда выиграла. И это только в конце сезона дает результат. Если бы ты вернулся к себе в то время в юном возрасте, какой бы ты совет сам себе дал? Конечно, спустя время, обладая таким объемом знаний, опыта, информации, дело бы не ограничивалось одним советом, ты бы просто выстроил все по-другому. Но... Философский вопрос, но главный совет. Играть, получать удовольствие. Потому что современный хоккей очень много нагрузки накладывает на ребят. Что психологической, что физической. и зачастую ребята не успевают наслаждаться. Наверное, как-то так. Основное. Мне кажется, это лучший совет наслаждаться тем, что ты делаешь, и... чтобы потом не упустить это время, и воспоминания какие-то оставить. Да, потому что у тебя всегда много тренировок, у тебя через день игры, и каждая игра, каждый твой выход на поле, он ответственный. Ты не выходишь просто так поиграть. И даже это начинается еще и с детского спорта. Всегда нужен результат. Всегда нужно быть лучше, чем другие. И в какой-то момент возможно забываешь получать удовольствие, забываешь, что ты играешь в игру. И, наверное, это можно приравнять к основному совету. Я считаю, что это лучший основной совет для людей из разных сфер и особенно разных спортивных сфер. Спасибо тебе огромное, что пригласил нас в гости и научил меня хоть чуть-чуть стоять на коньках и делать. Тебе спасибо. Пробросы, да? Правильно? Передачи. Передачи в идеале. Ну вот. И фонарики ты делал. Ну все равно. Ну вот уже что-то хоть запомнило. Спасибо. Надо было тебе шлем взять. Нет. Я если упаду, там ничего не изменится в голове. А ты пишешь на звук. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мне кажется, я из тех людей, которые вот как в футболе должны стоять около ворот и забивать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА